всем привет любители ароматного табака это снова рубрика спрашивали отвечаю уже шестой выпуск вопросы не иссякают что меня очень радует ну давайте друзья попробуем ответить на то что у нас тут накопилось под прошлым роликом и так серый волк даже когда вы уже заправите зипы сделать эксперимент с прикуриванием сигары от зажигалки друзья да кто не в курсе хотела проделать такой эксперимент то есть бытует мнение которое мне очень хочется проверить который утверждает что сигару категорически нельзя прикуривать от бензиновой зажигалки что сигара будет окончательно и бесповоротно загублено но друзья хотел проверить то что на эту тему я видел даже научные изыскания которые говорят о том что в общем то это неправда так что проверим бензин я кстати для зажигалки уже купил и стал зажигалку она принести с работы алексей собираюсь начать курить сигарилы и как вы говорили в своих видео что сигарилы должны быть влажными как и сигара стал вопрос о покупке химидора нужен он или нет и какой лучше взять именно для сигарил и какая должна быть влажность отличный канал заранее спасибо за ответ вам спасибо за то что смотрите за вопрос да сигарил друзья также как и сигара нуждается во влажности но не знает есть ли целесообразность покупать химидор ради сигарил мне кажется вам лучше подойдет вариант с адекватным магазином и зип-лок пакетами то есть ради сигарил покупать химидор не думаю что это целесообразно то есть если как сделать следующий шаг в сторону сигар и уже начнете там курить сигары тогда как бы да сигарила друзья но покупать хороших магазинов чтобы они были адекватной влажности вот то есть если пачка будет закрыта то неделю они точно пролежат вот а если это будет закрытый герметичный пакет то сколько угодно времени поэтому химидор ради сигарил ну не знаю хотя с химидор безусловно вещь эстетичная и она конечно позволит так определенную эстетическую ауру внести в процесс курения сигарил но ради сигарил я бы не стал если честно химидор покупать лучше если возможно и зип-лок пакет опять же повторюсь либо как контейнеры пищевые не такая тонкая структура как сигара вот поэтому можно в принципе без химидора обойтись да вот тут много вопросов спасибо вам большое то есть я на прошлом в прошлом своем ролике говорил о том что мы хотим с вами возобновить стримы и просить людей высказаться и вот люди пишут что как бы ну в общем то не против того чтобы стримы были итак друзья следующий вопрос алексей до какого момента своей жизни вы планируете курить интерес чтобы могу застрять прекратить серьезные проблемы со здоровьем еще что-то канал смотри постоянно с удовольствием спасибо вам спасибо что смотрите ну наверное да и безусловно конечно не смог и если станет вопрос там жизненной смерти курить курить или умереть конечно выберу жизнь там жизни я люблю а так ну не знаю возможно плохое самочувствие может еще что-то наверное может подвинуть меня бросить курить так прима классика питерская естественно курительная трубка будет ребят не знаю пока проект приостановлен потому что честно говоря надоело я несколько видео сделал да и вас я смотрю уже заходить перестала поэтому большом счету наверно вернемся к этому экспериментальному к этим экспериментам но думаю что не ближайшее время но не знаю может приму будет посмотрим что попадется если что-то интересное попадется в магазине то купим и попробуем так вот люди просят обзор зажигалок аксессуаров есть на канале видео друзья кому интересно посмотрите не знаю но если будут что-то новое покупать то конечно покажу так приветствую есть несколько вопросов хотелось бы услышать ваше мнение какую из редких сигару вам доводилось курить ну прям вот стопроцентно редкую сигару нет табак был трубочный табак накурили приятель купили банку на двоих хорошего табака по моему 70-летней выдержки очень хорошего атаки а сигару хики только единственное что вот то есть дорогих пожалуй что из редких наверное вряд ли она нет подождите вру были были сигары третьего рейха я курю то есть я приобрел алиэкспресс сигара третьего рейха мне было интересно то есть мне пришла коробка они конечно безусловно были просто в усмерти высушены мы с приятелем очень долго в химидоре восстановлю восстанавливали в районе четырех месяцев то есть но это были сигары машинные крутки в форме перфекта друзья ну сено сено ничего интересного они себе не представляли но здесь шауру то что вот как бы курить то что курили когда-то в немецкой армии но ну во первых для армии друзья то есть не буду там ничего такого прям сверх делать хорошего но во вторых конечно время то есть время убил вообще все хорошее что у них было поэтому да вот ну пожалуй что наверно вот это курил много сигар в том числе разного в разном ценовом диапазоне сложилось мнение что цена ничего не значит то есть это какой-то фанатизм когда сигары стоит неоправданно дорого дороже трех тысяч рублей что думать по этому поводу ну я как бы стараюсь пробовать то есть у меня такой подход курю все все ценовые категории дешевые дорогие ну как правило да то есть мы если запредельно дорогие цены то как правило дает маркетинговый ход то есть ну с бихики то же самое у меня произошло то есть было стойкое ощущение что сигары не стоят тех денег которые я за нее отдал вот но бывают исключения поэтому ну надо пробовать категорично так нельзя сказать как бы что вот да все сигары дороже трех тысяч они не стоят своих денег друзья но это выдержка это конечно безусловно бренда то есть там огромное количество там львиная доля составляющая это цены это реклама так далее так далее но в том числе и конечно манипуляция которая с этой сигарой происходит поэтому друзья тут надо пробовать вот и в принципе крест нельзя ни на чем встать то есть все надо пробовать и дешевые сигары дорогие надо все пробовать какой видишь какой будущий видите свой канал и группу ребят тяжело строить какие-то планы конечно хочется роста хочется у вас был больше хочется какого-то движения вперед но оно есть неспешно но и я в общем никаких денег не вкладывал канал то есть он развивается сам по себе и в принципе пока меня все удовлетворяет то есть я получаю некое удовлетворение от общения с вами от все-таки какая-то какое-то творчество поэтому ну так же будем двигаться потихонечку вперед кто-то искать что-то ходить что-то рассказывать вот второй канал как бы тоже потихонечку очень медленно но тоже развивается чему я несказанно рад так здравствуйте алексей как вы относитесь к разделению трубок по вкусовым группам табака курящегося в них на сколько вкусовых групп разделили трубки сами заметил что часто из одной курить разные табаки сам имея несколько трубок чаще выбирают трубку для прокура по настроению размер чаши глубина с фильтром или без они по вкусовой группе табака заранее спасибо но делить действительно надо то есть все начинают с того что курит из одной и той же трубки все подряд у меня такое тоже было я долго сопротивлялся боролся но все-таки я пришел к тому чтобы ну у меня по сути три вкусовые группы то есть я безусловно ладаки курю из отдельных трубок безусловно вирджиньевые табаки берливые вирджиньевые все что на основе вот них сделано курю в отдельных трубках ну и сильно ароматизированные табаки тоже стараюсь курить в отдельных трубках но у меня их там достаточно редко я их покупаю поэтому там одну трубку я под них выделю она лежит вот но проблема в том что если курить допустим из одной и той же трубки все время ладакивый табак то может возникнуть вероятность того что трубочка просто прогоркли то есть табак только насыщенный очень дымный очень такой смоленистый забористый ну кто любит ладаки понимает о чем я говорю иногда я достаточно редко раз может быть раз в месяц я прокуриваю из нее вирджинию какой-то такой безусловно не ароматизирует просто вирджиниевый табачок для того чтобы на немножечко вот эту горечь разбавить но в принципе мне вот так нравится то есть ну а вам но если нравится подряд курить у меня приятель например но я не могу его склонить к тому что надо из разных трубок все-таки разделять трубки он кочегарит именно вот из одной из одних и тех же трубок разные табаки но ему так нравится то есть ему так в кайф и как бы ну почему бы и нет то есть мне нравится человеку делать так ну как пусть делать так здравствуйте делать обзор магазинов табака где по ваше мнение лучше ассортимент и цены самое главное качество ребят я в прошлом ролике отвечал на этот вопрос повторяться я думаю что не имеет смысл так алексей сделать пожалуйста обзор на табачок петерсон но дублин не сделаем классик конечно сделаем так алексей стоит ли брать трубку фирмы данхил новичку и многие говорят что они очень дорогие очень капризны в плане общения правда ли это ребят у меня нет трубки данхил к сожалению ребят но поэтому мне тут тяжело что-либо говорить потому что но вы все-таки моего мнения спрашиваете а у меня своего мнения на этот счет не сформировалось но одно могу сказать точно данхил делает трубки из очень хорошего и очень качественного бриара поэтому если вы такую трубочку купите то служить она вам будет долгие 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 годы при соответствующем правильном обращении конечно вот по вкусовым характеристикам но я общался с людьми которые курят трубки данхил и они говорят что ну разница действительно есть она конечно там не великой но она может быть даже добивается не в связи с супер качественным бриаром хотя скорее всего даже по ряду причин то есть и по качественному бриару и по безусловно качественной инженерии инженерии то есть трубки очень хорошо курится то есть не доставляет проблем курильчику и от этого видимо табачок курить вкуснее начинать с данхил безусловно конечно не стоит ребят вот и опять же тут на чашу весов кладется выбор который ну по всякому случае для меня пока складывается в сторону авторских трубок то есть хорошая трубка данхил стоит столько же сколько не очень хороший но достаточно хорошая трубка от не очень именитого если мы говорим там о каких-то дорогих данхилов то очень именитого автора но разница в том что трубка данхилов будет у вас серийная и такой же такой же трубка может быть у вас и иванова у пети соседнего подъезда ну конечно я тут преувеличиваю но и тем не менее авторская трубка будет только у вас и больше ни у кого другого поэтому здесь уже кому что нравится хотя конечно безусловно трубку данхил хочется но пока просто я делаю выбор в пользу трубок авторский таково ваше мнение насчет продукции погарской фабрики пробовали вы себя сигары их производства если да то что вы не думаете ребят обзор на канале есть сигару погарской фабрики мягко говоря не отвечает мои представления о том какая должна быть сигара вот табаки если сравнить сигару них получается гораздо лучше взять все вопросы на все что было на все что вы спрашивали я ответил если у кого-то какие-то вопросы остались пишите под этим видео рад буду ответить спасибо вам за внимание спасибо что выслушали мое мнение до конца до новых встреч